В трёх томах заключена вся внешняя политика Франции в предвоенный период. Портрет Александра Чернышёва в галерее героев 1812 года в Эрмитаже. Пудрявый красавец с горящим взором стал личным представителем русского императора при французском дворе. И сразу же понравился Наполеону своим знанием военного искусства и остроумием. Полковник и флигеледютант жил во Франции с 1808-го и славился как посетитель дамских бодуаров. Имел романтическую связь с сестрой самого Бонапарта. Наполеон любил подолгу беседовать с блистательным русским, а Чернышёв поставлял ему дезинформацию. Более того, Александру Ивановичу удалось завербовать сотрудника французского военного министерства Мишеля, который копировал для него все секретные документы. Полиция его уже вела, наверное, года полтора, я считаю, с конца, может быть, 10-го года, 11-й год. Но поскольку, учитывая личные отношения Наполеона с Чернышёвым, который крайне благоволил к нему, он ему от почетного легиона презентовал, поэтому они просто боялись доложить Наполеону, что его, скажем так, русский друг оказался шпионом. Двухширеножный строй кавалерии, штандарт в центре второй шеренги каждого эскадрона, в три шеренги с сомкнутой строй идет пехота. Ружья на плечо. В Россию вторглась великая армия, где далеко не все французы. Хорошо обученная, любимая Наполеоном гвардия. Это ее он потом будет особо беречь при бегстве из России французы. 55% армии – поляки, австрияки, итальянцы, немцы. На Россию в 1812-м двинулась практически вся Европа. Очень туго. Вот таким вот образом. Пехотные ружья – французская, австрийская, русская. Их не отличить. Так же, как пистолеты, сабли, палаши. Русская армия была вооружена так же, как и великая. А пушек у русских было даже больше. Но вот война в эту эпоху велась совершенно по-другому. Кремневые гладкоствольные ружья стреляли на 120 метров максимум. Эффективность была низкой. Пехота выстраивалась в три шеренги. Первая вставала на колено, третья стреляла из-за голов второй шеренги. Залп – и все расходятся. Ведь ружья нужно перезаряжать, а на это уходит много времени. В сурую погоду порох вообще мог не вспыхнуть. Эффект достигался за счет массовой стрельбы. Тут все было предельно ясно. Кто трус, а кто благородный герой. Нельзя было применяться к местности, то есть перебежки совершать, окапываться. Это в то время не было этой тактики. То есть война велась в жентльменске, так скажем. Стреляли друг в друга. Когда картечью обстреливали артиллерию, то никто никуда не прятался. Такие были правила. Так стояли и ждали, пока противник отстреляется. Через Неман перешли более 400 тысяч французов. У русских положение хуже. Ведь в этот момент они воюют с турками. Если исключить южную армию Тормасова, то в первой армии Барклая-де-Толли и во второй Багратиона в общей сложности 153 тысячи. Наполеон не хотел затяжной войны. Он понимал, что нужно быстро разбить по отдельности русские армии. Однако, как известно, вышло иначе. Зинаида Курбатова, Сергей Довгай, Сергей Бунеев, Алексей Сосырин, Виктор Виноградов и Георгий Фоменко. Вести недели. Шапку надел? Да!